Привет, друзья! Я недавно была в городе Неапель, и хотелось бы мне вам показать, что там интересно, что там делать, что там смотреть, есть. Ну что, поехали? Это исторический центр. Здесь много всего – магазинов, еды, людей. Вот видите, по типичной итальянской южной традиции здесь висит белье везде, да, на балконах. Действительно, неаполитанские семьи так делают, но это именно в качестве декорации в центре. Что мне здесь не понравилось, что это, по-моему, должно быть пешеходной зоной, а на самом деле здесь ездят постоянно машины и мотоцикли, и надо обратить большое внимание на это, тем более, что дорожки очень-очень узкие. Вот эта зона – одна из самых характерных городов Неаполи. Конечно, как вы видите, далеко не роскошно, но обязательно надо посмотреть эту зону. Это галерея Умберто I. В Милане и в Неаполе есть похожие места, как вот эта галерея. Неаполитанцы, правда, скопировали нашу Миланскую галерею Виктора Эммануэла I, но, как вы видите, Миланская галерея, честно говоря, намного лучше. И еще есть другое место, которое очень похоже на наше место. Это театр Санкарма. Вот такой театр самый старый в Европе, как оперный театр. Честно скажу, наш театр Ласкала будет известен и еще он более важен. Сегодня по плану будет балет «Лебединое озеро». Это прекрасная лошадь в сердце города Неаполь. Называется «Пьяца-дель-Клебещина». Это «Кастель-дель-Лобо», «Ячный замок». Это «Кастель-дель-Лобо». Самый старый замок в Неаполе. И, по легенде, Виргилий спрятал внутри него одно яйцо волшебное. Говорят, что если яйцо ломается, то замок разрушается и тоже будет катастрофа в Неаполе. Рядом с собором Дуома Неаполя есть музей-сокровищ Святого Януарья. Там можно увидеть целые коллекции ювелирных шедевров, которые в течение годов были подарены властителям Неаполя самому важному и любимому святому города. Среди этих есть изысканные ожерелья, чьи изумруды были подарены Наполеонам, и тиара, что состоит из около четырех тысяч драгоценных камней. А давайте сейчас отвечу на несколько вопросов о Неаполе. Правда, что в Неаполе есть мафия? Ну, конечно, правда, что есть. Вообще, на юге есть. Но туристы это не видят вообще. Поэтому мафия не мешает туристам, скажем так. Особенно в центре ничего не видно. Правда, что Неаполь – опасный город, потому что там много воров. Там надо обратить внимание на кошелек, на свои личные вещи. Ну, да правда, конечно. То есть, понятное дело, что в любом городе надо обратить внимание на это. Я, честно говоря, не ошушала вот эту опасность, вот честно, когда ходила по улицам. Но нужно, конечно, посетить только места в центре, в самом историческом центре. И есть несколько районов даже в самом центре, которые нужно немножко избежать, которых особенно вечером. Днем-то можно, да. Вот я вам показала вот эти испанские кварталы. То есть днем-то это туристическое место. А вечером лучше туда не попасть. И то же самое по поводу районы Санита. И есть очень много других районов, которые, несмотря на то, что они в центре, ну, они немножко опасны. Ну, кроме этого, мне кажется, что Неапель – город как другие. То есть там большая путаница. Вот это да. Город грязный. Люди громкие, безумно громкие. Неаполитанцы – самые громкие люди в мире. Вот, по мнению русских, все итальянцы громкие. Правда? А по-моему, я из Милана, я с севера Италии, то неаполитанцы намного громче наших северных людей. Но при этом они очень хорошие люди, открытые, общительные, любят петь, любят разговаривать, общаться. Они действительно очень хорошие, веселые люди. Это историческая резиденция Бурбоны. Дворец Капо-де-Монте находится на холме Капо-де-Монте. Он был исторической резиденцией Бурбоны, но еще и аристократской семьи Савоя и Наполеоне Бонапарте. Он был построен в XVIII веке, по желанию Карло де Бурбоне, в качестве определенного места для размещения коллекции Форнезе. Коллекция Форнезе – это огромная и прекрасная коллекция картин, скульптур и других прекрасных произведений искусства, которые собрал именно Карло де Бурбоне. Среди картин коллекции есть картины Рафаэлло, Боттичелли и много других известных художников. Это монастырь Святой Киары, Санта Киара. Здесь прекрасные майолики, то есть керамические изделия, керамические декорации. Смотрите, какая красота! Санта Киара – религиозный комплекс, включающий в себя монастыр, гробницы и археологический музей. Монастыр был построен в XIV веке. Щедевр комплекса – внутренний дворик XVIII века полностью декорирован художественной керамикой. Здесь не только майолики, а еще и прекрасные фрески. Привет! Я нахожусь в Чертоза де Сан-Мартино. Это картезианский монастырь в Неаполе, расположен на холме Вомеру. Строительство монастыря было закончено в правлении королеви Джованны в XIV веке. Чертоза видна из любой точки в городе и, наоборот, с нее открывается великолепная панорама Неаполя. Рождественский вертеп – это неаполитанская традиция. Вы в городе можете найти очень много вертепов любой формы и любого вида. Самый известный – это вертеп Кучинеллу, который находится в Цертозе. Коллекция скульптур такого прекрасного вертепа принадлежает Микеле Кучинеллу, который жил в XIX веке. А вот, прикинь, также есть самый маленький вертеп в мире, наверное. Его сделали внутри яйца. Представьте, как все мелько и точно сделано. Есть одна церковь в Неаполе, которую обязательно надо посмотреть. Это капелла Сансеверу. Внутри этой капеллы находится самая-самая красивая скульптура, которую я видела. Вот, честно скажу, называется «Христос под плащаницей». Вот никакое описание, вот буквально словами, не может передать красоту этой скульптуры. Надо это посмотреть вживой. Потому что там мы видим Христа. Мы видим, что Он умер. Но на самом деле мы чувствуем, что будет скоро Его воскресенье. Почему мы это чувствуем? Мы это видим, потому что Он, да, лежит. Но Он не мертвый. Но у него есть какое напряжение тела. Как будто бы скоро будет какое-то движение. Но нужно обязательно заранее забронировать билеты. Это можно в интернете. И в капелле дают аудиогид. Тоже будет на русском языке, я думаю. Там рассказывают очень интересные моменты об истории этого места. Совсем недалеко от города Неаполя есть очень много интересных мест и достопримечательностей, которые обязательно нужно посмотреть. Самый лучший вариант, чтобы туда попасть, это арендовать машину. Это дешево и это удобно. Обязательно советую ездить в Помпей. Это самая-самая известная археологическая площадка в мире. Вы, наверное, слышали об этом. Я в этом году не была там, потому что уже была много раз. Но покажу вам два места. Королевскую резиденцию в Козерте и город Соренто в Амальфитанском побережье. Привет, друзья! Я у королевского дворца в Козерте. Это одно из самых больших зданий в Европе 18 века. Это резиденция королевской семьи Бурбоны. И как царское село у них есть огромная территория и дворец. Здесь распространяется парк трех километров. Ребята, здесь просто замечательно. Сегодня 30 декабря, плюс 17 градусов здесь в Неапеле. Представляете? Лето как бы. Это главный вход дворца. Посмотрите, какая красота вообще. Здесь вот эти прекрасные комнаты напоминают комнаты Эрмитажа, Царского села, Петергоф. Ох! Привет, друзья! Мы по дороге в Сорренто. Это очень рядом с Неапеле. Около часа на машине. И вот здесь вот такая красота. Я нахожусь в центре Сорренто. Давайте пойдемте посмотрим красоту этого прекрасного места. В Сорренто растут прекрасные лимонные деревья. Из лимонов производят много продуктов, включая мыло, кондитерские изделия, такие как Делиция Аль Лимоне и знаменитый спирт Лимончелло. В Сорренто есть прекрасные места, откуда виден замечательный залив Сорренто. Многие песни были посвящены этому заливу, в том числе знаменитая песня Лучо Далла «Карузо». Конечно, Неапель не является идеальным местом, чтобы начать диету. Потому что предлагают везде вкусную еду. Конечно, вы должны попробовать пиццу. В том числе есть очень интересная пицца. Это быстрое питание. Называется пицца в виде кошелька. Пицца о портофолио. Есть еще много сладостей, в том числе с фольятелли, неаполитанская пастера и боба с ромом. В неаполитанской кухне очень много жареного, в том числе жареные овощи и жареный рис. Называется коппо. В этом ресторане я попробовала вот эту пасту, вот эти макароны с картошкой и сыром. Называется паста патата и провола. Это домашняя еда. Очень вкусная, но очень-очень сытная. Они вот эти макароны торжественно приготовили внутри круга сыра пармезану. Просто вкуснота. Ну что, мы закончили, ребята. Я надеюсь, что вам понравился этот тур по городу Неаполь. До следующего раза. До свидания.